Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на нашем канале. Здравствуйте и приветствуем всех, кто нас смотрит. И сегодня у нас замечательный день. Господь есть Царь. Царей. Иисус, Он есть Бог Богов. И мы хотели бы сегодня поговорить о том, как проповедовать Евангелие. Рассказывать о Христе – это главная задача христианина. И от того, как мы, христиане, рассказываем о Нем, Царство Небесное, оно расширяется, и количество зла на этой земле уменьшается. Александр, я знаю, ты очень часто рассказываешь людям о Христе. И поделись сегодня своим небольшим свидетельством с нами. Ну да. В Слое Божьем Христос оставил нам заповедь. Если мы в предыдущей передаче будем смотреть, мы там уже говорили, Евангелие от Луки, 10 глава, 3 стих, когда Он избрал 70 учеников и послал их на поповедь Евангелия. И сказал им, идите. И там стоит, в моем переводе стоит восклицательный знак. Но знаете, это очень важное, в принципе, очень важное, скажем, дело проповедовать Евангелие. И мы можем делиться тем, что у тебя есть. То есть мы получили спасение, то есть даром, да, и можем делиться им. То есть говорить людям о том, что спасение, оно для всех. Говорить о благости Божьей, говорить о том, что Бог послал Сына Своего Иисуса Христа на эту землю, чтобы каждый верующий, каждый, кто верует во Христа, не погиб, а имел жизнь вечную. В этом-то и есть, в принципе, замысл Бога, чтобы все люди были спасены. Не несколько там человек или, скажем, не отдельная какая-то группа, а чтобы все люди были спасены. И место Писания, которое вот сейчас мне, в принципе, пришло на ум, это Евангелие от Иоанна, 15 глава, когда Христос говорит о том... Нашла, да? Да. Ну, можешь прочитать первого стиха, когда Христос говорит о том, что о плоде, то есть плод, не увядающий плод. Раньше, когда я читал эту главу, я думал, что плод – это плод духа, да? Ну, здесь имеется в виду именно плод, как дерево приносит плод, да? Как, допустим, ну, уже... Яблоки, яблоки? Нет, нет, я не там имею в виду. Я имею в виду, как вот женщина плод приносит, то есть ребенок рождается. Так и здесь, то есть мы приносим плод, то есть мы, христиане, мы рассказываем о Христе, и, скажем, другие люди принимают Христа, вот это плод, имеется в виду этот плод. Ну, прочитай Иван Гриатрана, ну, может, с первого стиха, да? Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветнюю приносящую плода он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода. Хорошо? Ну, да, читай вот до определенного метра и скажу. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветви не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви, и такие ветви собирают, и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. У меня стоит в моем переводе, тоже интересно стоит, восьмой стих, если вы будете приносить богатый вырожай, если вы будете моими учениками, то мой Отец будет прославлен. И вы знаете, когда проповедуется Евангелие, когда спасаются люди, мы наблюдаем это практически каждую неделю, даже не бывает неделю, несколько людей приходят ко Христу. И этим сам прославляется Отец. То есть Иисус нам об этом говорил. И там, вот здесь стоит у меня в моем переводе, плод неувядающий. То есть, скажем, все остальное, оно как бы... Увядают. Увядают, да. А этот плод, он как бы, люди, которые спасаются, это ведет к вечной жизни. То есть это не увянет, не пропадет. Не ведет к угасанию, а ведет, наоборот, к тому, чтобы... К тому, чтобы дальше и дальше жизнь продолжалась, да? Ну да, жизнь вечную. Ну, вот ты мне спросила, ты мне спросила, как я проповедую в Англии, ну, я уже говорил, как я начинал, да, в первой передаче. Но сейчас это более так вот оно, как бы, уже стилем жизни стало. То есть ты уже не можешь говорить о кресте. Не говорить. Не говорить, да. То есть, как Павел говорил, если я не возвещаю Евангелие голями, да? Уже думаешь, что случилось? Почему нету? Почему нет такой возможности, почему нет таких людей, да? Ты говорила, обращайся к Богу, и Бог тебе дает снова, и снова новых людей, которым ты мог бы садиться, да? Ну, в принципе, я бы сказал так, люди спасаются там, нет каких-то там особых формул, да? Люди спасаются там, где проповедуются Евангелие. Да. То есть, у меня даже было такое, когда не спасались люди, и, ну, случай, который вот я сейчас мне на память пришел, и как бы, ну, всю неделю вроде как никто и не спасся. То есть, я как водитель имею возможность встречаться с клиентами, да? Где меня разгружают, и там я, в принципе, рассказываю. Или водителям другим, или кто меня там разгружает, и рассказываю о Христе. И как бы, ну, такая неделя была, вроде, никто не спасся, и вроде как будто и бесполезно неделя прошла. Вот уже так привыкли, что люди регулярно спасаются. Вот. Вот. И однажды я утром пришел на работу и поднимался по лесенке, так, в бюро шел за документами, и мне там разнолетка, мне давали документы, куда ехать. И мысль такая, ну, господи, ну, вот на этой неделе никто не спасся. А Бог вот так мне проговорил, ты, говорит, проповедовал Евангелие. Я говорю, я проповедовал. Ну, он говорит, главное, чтобы ты проповедовал Евангелие. То есть, спасся или не спасся, это уже как бы, ну, не от тебя зависит, это зависит бывает от людей, бывает от обстоятельств там, или от разных, то есть не от меня, если люди спасаются. Когда мы проповедуем, и люди не спасаются, не от нас это зависит зачастую. Вот, и вы знаете, в этот день, когда у меня такой интересный случай был, я взял документы, выхожу и по улицу жду, и кто-то мне на встречу идет. Ну, так, мужчина моего возраста, водитель тоже. Я ему по-русски спросил, я говорю, ты не с Украины? Он говорит, с Украины. И вот как бы, ну, слово знание, ну, я так просто наугад сказал. Вот, и вот так вот разговор, завязался разговор, и у него тоже аналогичная ситуация. Я ему сказал, стал свое свидетельство говорить, так вот, коротко, да. Вот, он мне, скажем, свое, и как бы у него тоже похожая ситуация, похожие проблемы, вот, там ему за 50, вот. И у него ребенок тоже вот сейчас вот, Бог дал ему семью, у него ребенок там сколько ему, 2 годика или 3 годика ребенка, да. Вот, а у меня тоже моему сыну, нашему сыну, 4 года, 5 лет будет. Так вот мы с ним разговаривали, и я ему свидетельство сказал, как Бог мне помог, как Он восстановил мою жизнь, как Он действительно благословил меня. И так вот, короткая Евангелие проповедовала ему и спросила его, ты веришь во Христа? Он говорит, да, я верю. А я говорю, ну, в Библии стоит, что ты, мы берем это местописание всегда, Римлянам, 10 глава, 9 стих. Всегда мы его берем для того, когда, ну, людям говорим о Христе и о том, как, ну, как принять Христа, да. И мы говорим, что, я им сказал, что в Библии стоит, что если ты исповедуешь Христа Господом своим и сердцем веруешь, если ты устами исповедуешь Христа Господом и сердцем веруешь, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. И вот так вот мы спрашиваем, веришь во Христа, верю. Веришь, что он воскресил в мертвых, верю. И вот так вот мы молимся с людьми. А каким образом мы это делаем? Ну, я вот сейчас повторю. И если кто из вас не спасен, вы тоже можете повторить эту молитву, если вы приложите сердце, то вы спасаетесь. Вот я буду повторять, как она за мной, как бы, за место вас она будет, да. И мы вот так примерно говорим. Говорим, Иисус Христос. Я верю, что Ты есть Господь. Иисус Христос воги в мое сердце и будь моим Богом. Иисус Христос, Ты есть мой Господь. Если, допустим, вы сказали это искренне, приложили к этому сердце, сердцем вы веровали, то вы спасаетесь. Вот сейчас, в данный момент, вы спасаетесь. Если вы повторили эту молитву со мной. Да. И в этот, скажем, в тот раз, когда я проповедовал этому парню, он повторил эту молитву, и я считаю, что если он искренне это сделал, то он спасся. Ну вот так вот мы проповедуем Евангелие, в принципе, нет ничего сложного. Главное выйти из своей лодки, главное начать говорить. И конечно же очень важно, чтобы свидетельство, свидетельство очень важно. Какие вот мы смотрели? Чтобы оно было позитивно. Ну свидетельство твое, да? Твое свидетельство, когда ты говоришь, что Бог сделал в твоей жизни. То есть, ну у меня, у меня, допустим, много чудес, что Бог сделал в моей жизни. Ну даже если у вас нет много чудес, можно взять одно чудо. То есть у каждого есть чудо, скажем, которое Бог сделал, хотя бы вытащил нас из Царства тьмы и перевел. в Царство Своего Возлюбленного Сына. И об этом говорить. Или даже есть какое-то, скажем, что Бог сделал для вас, вы сделаете из этого кусочка, действительно, такую красную картинку, зарядите это огнем и скажите, вот Бог вот здесь меня сделал, Он благословил меня. Вот так вот мы проповедуем Евангелие, и в принципе ничего сложного. И хотим, чтобы каждый из вас... Чтобы вы присоединились к нам, чтобы Царство Небесное как через нас, так и через вас распространялось на этой земле. И, как я уже сказала, чтобы добро, оно расширялось на этой земле, количество зла уменьшалось, потому что верующие люди являются носителем добра. Да, и вот здесь, в Германии, мы здесь можем захватить, скажем, какое-то количество людей, с которыми мы имеем контакт. Вы там, если вы в России, или в Украине, или в Америке, не знаю, где вы смотрите, вы можете там захватить какое-то количество людей. И рассказывать о Кресте. Тем больше мы людей будем захватывать, тем быстрее будет распространяться Царство. И к этому нас призвал Господь Иисус. Спасибо за внимание. До свидания, до следующих встреч. Благодарим, что вы были с нами. Если понравилось наше видео, ставьте лайк. Если хотите, подписывайтесь на наш канал. И до следующих встреч.